Сарга Пятая. О важности усилий. Васиштха сказал, для тех, кто следует писаниям, готовность действовать как подобает, становится важнейшей причиной успеха всех действий, как солнечный свет является главной причиной в различении цветов. То, что желается и достигается действиями, несоответствующими писаниями, – безумие, приводящее к заблуждениям, а не к истинному успеху. Каковы усилия, таковы и результаты. Важны исключительно собственные старания. Нет никакой судьбы, отличной от них. Усилия могут быть двух видов – соответствующие и несоответствующие писаниям. Первые бесполезны и вредны, вторые ведут к освобождению. Будучи равными или неравными, прошлые усилия и усилия в настоящем прибывают в противостоянии, как два дрочливых барана, и менее сильный уступает. Поэтому человек должен действовать безукоризненно в соответствии с писаниями, чтобы победили усилия, предпринимаемые им в настоящем. Равные и неравные, собственные усилия и усилия других существ, тоже находятся в противостоянии, как два дрочливых барана, и побеждает сильнейший из них. Коль скоро не приносит хорошего результата даже усилия в соответствии с писаниями, надо осознать, что причиной этому – собственные неверные действия в прошлом. Тогда, приложив еще больше старания, стиснув зубы, надо победить правильным усердием результаты прошлых нечистых действий. Мысль о том, что плоды прошлых деяний связывают тебя, не имеет никаких очевидных доказательств. Следует прилагать верные усилия до тех пор, пока не сгинут результаты собственных нечистых прошлых действий. Несомненно, что ошибки прошлого исправляются праведными трудами в настоящем. Вчерашние промахи устраняются сегодняшними правильными деяниями. Посредством постоянных разумных усилий, отбросив представление о несуществующей судьбе, стремись пересечь океан сансары. Человек, не прилагающий усилий, подобен ослу. Но проявляющий усердие, в соответствии с писаниями, достигает успеха и в этом мире, и в мире ином. Надо вырваться из этой ловушки сансары собственными силами, неотступно прилагая усилия, подобно льву, рушущему клетку охотника. Необходимо постоянно пребывать в размышлениях о недолговечности своего тела, отказываться от низких животных склонностей и делать то, что достойно разумного человека. Не прожигай бесплодна жизнь, тратя ее на чувственные услады с женой, на еду и питье в своем доме, подобно червю, наслаждающемуся гноем в ране. Чистыми усилиями, несомненно, достигается истинный результат. Нечистые усилия приносят исключительно дурные плоды. Нет того, что именуют судьбой. Отбрасывающий очевидное и полагающийся на домыслы, подобен человеку, который принимает свои собственные руки за змей и в испуге мчится прочь. Богиня богатства и удачи Лакшми отворачивается от того, кто надеется на невидимую судьбу, кого сжигает мысль «такова моя судьба». Поэтому прежде всего необходимо собственными усилиями приняться за развлечение приходящего от истинного, а вслед за тем исследовать смысл писаний, посвященных самопознанию. Нужно в соответствии с писаниями упорно размышлять над освобождением. Увы, дурному выбору глупцов, не стремящимися к этому. Но старания не безграничны и не следует в своих устремлениях ожидать бесконечного результата. Даже большими усилиями простой камень невозможно превратить в драгоценный алмаз. Человеческое усилие имеет свои пределы, как ограниченный размерами глиняный горшок или кусок ткани. Истинные писания, общество знающих и достойное поведение приводят к освобождению. Такова их природа. Без этого усилия остаются бесплодными. Природа усилий такова, что прилагающий их человек ни в коем случае не остается без соответствующего им результата. И лучшие из людей, невзирая на несчастье, бедность и страдания, только собственным рвением смогли достичь высот достойных самого Индры. С малолетства, следуя писаниям, стремясь пребывать в обществе мудрых и развивать добродетели, человек достигает своих целей собственными трудами. Это очевидно для мудрых, это ощущается, это истолковывается в писаниях, и это практикуется. И только глупцы считают, что произошло это по воле судьбы. Если бы не существовало на земле лени, кто не стал бы богачом или ученым, и кто оставался бы несчастным? По вине лени земля, окруженная океаном, полна нищих и людей, подобных скотам. Когда подошло к концу детства, с его бесконечными играми и развлечениями, долг юноши начать прилагать усилия. Ему положено в мудрой компании и с ясным пониманием смысла писаний постигать свои достоинства и недостатки. Валмике сказал, когда мудрый произнес эти слова, день закончился. Вечером собрание, поклонившись, разошлось для молитв и омовений, совершаемых в соответствии с обычаями. На следующий день, с восходом солнца, когда ушла тьма, все собрались снова. Такова Сарга Пятая о важности усилий, книги Второй о пути искателя, Маха Рамаяны, Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмике. Субтитры создавал DimaTorzok